Господа, самое время сделать прическу. Но как выбрать самую лучшую прическу для вас, как найти умелого парикмахера и как с ним говорить, чтобы обеспечить себе идеальную прическу, которая вам нужна? В сегодняшнем видео мы поднимем ваш стиль на новый уровень и покажем, как подстричься так, как вам нужно. Для начала, определитесь в стиле своей прически. Это зависит от нескольких факторов. Для начала, что вы хотите ею сказать? Вы профессионал высшей лиги, бунтарь, идущий по своему пути, или вы суровый мужик, который любит путешествия. Стиль, который вы выберете, определяет то, что вы хотите сказать. Другой фактор, который определяет прическу, которая вам нужна, это тип ваших волос. Это прямые волосы, волнистые, кудрявые, тонкие, толстые, длинные, короткие и так далее. Определенные прически лучше подходят для некоторых типов волос. Поэтому так важно понять, что будет лучше всего подходить к вашим данным. Нужны идеи причесок? Тогда вы можете посмотреть мое другое видео. 10 самых привлекательных мужских причесок. Я оставлю ссылку в описании. А теперь пришло время найти качественный барбершоп или салон, где вас постригут как надо. Большинство мужчин ходят в ближайшую местную парикмахерскую, где их стригут каждый раз разные люди. Проблема заключается в том, что у вас нет постоянной стрижки. Рука каждого стилиста немного отличается, как он вас стрижет. Если честно, он стрижет вас быстро, насколько это возможно. В результате они не уделяют достаточно времени и внимания вашим волосам, сколько им нужно. Итак, заплатить немного больше денег, чтобы постричь все высоко специализированного парикмахера или стилиста, стоит того. Чтобы найти отличного парикмахера в округе, вам нужно будет выполнить домашние задания. Онлайн обзоры и клиентские рекомендации – отличная площадка для старта. Также не бойтесь взять телефон, позвонить и позадавать вопросы. Специализируется ли парикмахер на мужчинах, сколько опыта у стилиста в среднем и есть ли какие-то особенности по стрижке. Если услышанное вам подходит, вперед, зайдите к ним. При встрече с парикмахером или стилистом есть несколько признаков, по которым вы можете определить их навыки. Первое – как выглядят его собственные волосы. Если он не способен держать свои волосы в отличной форме, то почему вы должны доверять ему свои? А также обратите внимание на уверенность в работе. Задавайте сложные вопросы. Говорит ли он уверенно о своем ремесле? Слушает ли ваши мысли? Уверен ли в своих способностях, чтобы направить вас в правильное русло? А также парикмахер должен уделить вам время, чтобы вы получили, возможно, самую лучшую свою прическу. Хороший парикмахер уделяет около 30 минут на каждую стрижку, иногда до часу, если эта прическа сложнее. Если он торопится и небрежно водит машинкой, вам стоит присмотреть другое место. Запомните, что хороший парикмахер или стилист будет спрашивать вас в течение всего процесса, чтобы убедиться, что вы довольны. Итак, вы в парикмахерской. Готовы стричься? Как правильно разговаривать с парикмахерами или стилистом, чтобы обеспечить себе правильную прическу? Первое – в помощь. Покажите картинку прически, которая вам нужна. Она даст парикмахеру отличную визуальную стартовую точку. После чего парикмахер должен дать вам совет, как портной при примерке костюма, только насчет вашего лица и типа волос. Если вы хотите поэкспериментировать с новой прической, но понятия не имеете, что хотите, снова, специалист поможет вам с парой вариантов. Но не будьте двусмысленны. Если вы знаете, чего хотите, убедитесь, что вы правильно объяснили. Скажите парикмахеру, под какую насадку вы хотите подстричь бока или затылок. Если вы хотите, чтобы он использовал ножницы, ясно скажите ему об этом. Сколько убирать сверху? Два или три сантиметра? Четыре, пять, пять с половиной, сколько ставить и так далее. Будьте конкретны. Если вы хотите короткую стрижку, я советую по бокам сделать переход. Это значит, что снизу по бокам стрижется волос очень коротко и затем плавно вверх становится длиннее. Так вверх смотрится очень круто. В итоге создается очень натуральный вид. В зависимости от типа волос и стиля, который вам нужен, парикмахер может добавить некоторую текстуру вашим волосам. Например, неровно обрезать концы, что придаст вид слоистости. Лично я люблю, когда лезвием подбревают затылок и шею. Зачастую это индикатор качественного салона. И некоторые законы требуют использования одноразовых лезвий, что также здорово. И еще, чего многие не знают, солидные парикмахеры и салоны могут сделать окантовку по отдельной цене. Так что спросите насчет этого. Также перед тем, как покинете парикмахерскую, я рекомендую записаться на следующую стрижку. Самое лучшее в том, что вы запишетесь на следующую стрижку, вы будете спокойны. Так вы не будете беспокоиться, что ваши волосы слишком длинные или выглядят неуклюже. Нет ничего хуже, чем в последние минуты думать, что делать с прической, когда вам назначили важную встречу или собеседование. Для большинства мужчин стричься каждые 3-4 недели идеально подходит. А запись на стрижку гарантирует, что вы получите ту же прическу тем же стилистом, который знает, чего вы точно хотите. Вот что происходит, когда... Вот что происходит, когда он приходит ко мне увидеться. Когда ты стрижешься с Аароном Марина, ты становишься его двойником. Такая же прическа. Это все похоже на большую работу. Господа, такой подход к поиску правильного парикмахера, это как долгосрочные инвестиции. Цель создать правильные отношения. Так вы будете получать качественную прическу каждый раз. Ну ладно, друзья, если вы хотите больше, посетите Real Men Real Style, где я выложил инфографику и подкасты. У нас есть приложение для вас, абсолютно бесплатное. Куча бесплатных книг, все вы можете использовать, чтобы улучшить ваш стиль. Привет, вы знаменитость Аарона Марина? Антонио, давай ко мне в машину, поехали пообедаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова